Добрый день, спасибо большое, Николай, что вы согласились прийти на умную школу. Сегодня у нас в гостях министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Вопросы будут от сайта умной школы и также от наших партнеров. Это учеба.ру, редакция livejournal, slon.ru, РБК и ведомостей. Вопросов будет много, Николай, поэтому сразу приступлю к делу, чтобы мы с вами время не теряли. Здравствуйте. Здравствуйте. Постараемся на все ответить. Что касается образования, первый вопрос. Это вопрос от умной школы и от сайта учеба.ру. Ростелеком планирует запустить образовательный проект на базе системы видеонаблюдения за выборами уже с нового учебного года. Расскажите, пожалуйста, что это за проект? Очевидно, что созданная инфраструктура для наблюдения, веб-наблюдения за выборами не должна простаивать. И с учетом того, что многие избирательные участки находятся в школах, очевидно, что в школы пришла новая инфраструктурная возможность. Проще говоря, это канал связи, через который и работали те самые веб-камеры. Самый очевидный способ его задействовать — придумать контентное наполнение для тех новых каналов связи, которые были под этот проект созданы, расширены, улучшены и так далее. Сегодня идея заключается в том, чтобы создать своего рода школьный, в каком-то смысле телеканал, только он такой, получается, цифровой, интерактивный, с электронным контентом, и начать транслировать достаточно большое количество интересных мультимедийных материалов, которые могут располагаться в дата-центрах Ростелекома по всей стране, и, соответственно, попадать в каждую такую школу. В каком-то смысле это новая возможность, и она может быть использована самым-самым разным способом. Как телевизионный продюсер, не могу тут от себя вас не спросить, а что это будет за контент? Потому что, как вы понимаете, детские каналы созданы у нас в стране, я имею в виду и канал «Карусель» в том числе тоже, но, тем не менее, к сожалению, проблема чаще всего с контентом. Образовательного контента, особенно оцифрованного, очень мало. Полностью с вами согласен. Откуда вы будете брать этот контент? Кто будет производить этот контент? Все-таки этот контент откуда-то будет брать в Министерстве образования и науки, мы отвечаем больше здесь за связь. И могу сказать, что с этой же проблемой мы столкнулись и на предыдущем месте моей работы в Республике Татарстан, когда у каждого учителя появился свой персональный ноутбук, и в каждой школе мы оснастили, создали точку беспроводного доступа Wi-Fi. Действительно, оказалось, что, к сожалению, сегодня учебный курс, школьный, так чтобы от первого класса до одиннадцатого, не снабжен достаточным количеством мультимедийных материалов. Есть несколько проектов. Некоторые из них носят такой государственный характер, некоторые носят коммерческий характер. На мой взгляд, эта задача требует серьезной систематизации. Здесь барьером как раз было то технологическое препятствие. Да, интернет в школах был, но он был очень медленный. И сегодня еще остается очень много школ, где общая скорость канала связи явно не соответствует современным возможностям. Просто когда 30 учителей пришли со своими ноутбуками, понятно, что обычный модем не может обеспечить должную скорость для работы такого количества пользователей. Вообще, я думаю, что страна должна сегодня ставить задачу самые крупные школы. Их нужно отритинговать, отприоритизировать и шаг за шагом, год за годом переключать их на волоконно-оптические линии связи. Без этого школы не заработают. Вот мы к этому обязательно придем, потому что вопросы по этому поводу тоже будут. Вопрос от умной школы. Будучи министром связи Республики Татарстан, вы добились того, что 100% школ введен в эксплуатацию электронный дневник. В Москве на данный момент самый низкий показатель по стране – это 17%. Планируете ли вы довести эту цифру до 100% в Российской Федерации, по всей территории Российской Федерации, если да, то в какие сроки? Я считаю, что такой самоцели быть не должно. Вот нет такой самоцели, чтобы все 100% дневников были электронные. Для этого, во-первых, нужна хорошая инфраструктура. В случае Татарстана это была отдельная программа президента Республики Татарстана Рустама Миниханова «Ноутбук каждому учителю». Я не уверен, есть ли такая программа в городе Москве, и очевидно, что она не реализуется сегодня в федеральном масштабе. Но если подобного рода инициативы будут, то, соответственно, где инфраструктура есть, там такой проект может внедряться. Второй вопрос мы только что уже обсудили – это каналы связи. Даже в Татарстане есть значительные проблемы в тех школах, куда сегодня оптика не приходит. А их, к сожалению, количественно подавляющее большинство. Поэтому очень важно, чтобы инфраструктура электронного образования постоянно развивалась. Чтобы она не была формальна, вы имеете в виду. Он толкнул очень многие школы к тому, что, точнее, модернизировал каналы связи в очень многие объекты, прежде всего, объекты образования. В этом смысле у него есть очень хороший такой эффект вот этого наследия. А в Татарстане, правда, вот в каждой школе есть точка доступа? То есть во всех школах? Это 11 тысяч, ну, кроме самых-самых маленьких, где буквально там один-два учителя. Но там все равно есть точка доступа в интернет. То есть школы без интернета нет. 25% самых крупных школ, в которых учатся 75% детей. Такое вот соотношение мы видим. Школы очень тоже разные бывают. 25% этих самых крупных школ подключены по оптике. И у всех педагогов есть ноутбуки? Да, у каждого. У всех педагогов? Мой любимый пример, что даже у учителя физкультуры в самой далекой сельской малокомплектной школе есть ноутбук. Как дорого это стоило? Это стоило чуть больше миллиарда рублей. Каждый ноутбук обошелся примерно в 15-16 тысяч рублей. Это 15-дюймовый ноутбук с проигрывателем DVD-дисков. Татарстану, может быть, в каком-то смысле повезло. У нас есть своя крупная компания, она называется ICL. Это в том числе завод по производству компьютерной техники. Они выиграли вот эти открытые аукционы. И, в общем-то, цена получилась такая действительно достаточно низкая. Познай на сегодня многие будут спрашивать о том, насколько вы планируете опыт Татарстана, который у вас есть, переносить на территорию всей Российской Федерации. Вообще это возможно, повторить то, что получилось в Татарстане? То, что происходило в Татарстане с 2006 года, это прежде всего, я все-таки считаю, что политическая заслуга руководства республики. Потому что активных информатизаторов в стране на самом деле много. Но очень важно, чтобы их технологические возможности, что называется, попадали на такую благодатную почву. Очень важно, чтобы они сопровождались соответствующими организационными изменениями, с теми же самыми электронными дневниками. Я думаю, что в Москве технологическая готовность школ с точки зрения канала связи значительно выше. Но насколько внедряются эти технологии, нужно посмотреть. Вот в этом-то и вопрос. Просто дело все в том, что да, распоряжение сверху дается. Но вопрос, как оно выполняется на местах. То есть мне вот интересно, в Татарстане вы что, сами приезжали во все школы и проверяли? То есть вы хотите сказать, что вы, Рустам Нургалевич, и люди окружающие вас доехали до всех школ и проверили, что там происходит? Потому что зачастую даже те же интерактивные доски, которые я вижу в регионах, да, заставляют интерактивные доски, ставят, дают деньги, да, электронный дневник. Но потом, как это все выполняется, насколько это эксплуатируется в разных школах, это большой вопрос. Технологически в Республике Татарстан видно каждый выход в сеть каждого учителя в каждой школе. То есть мы можем четко составить рейтинг школ. То есть у вас здесь эта карта? Да, и внутри школы мы можем составить по фамилии рейтинг учителей. Ну, это просто электронная база данных, доступ к которой имеют, кстати, главы муниципальных районов на местах, имеют министра образования. То есть вы хотите сказать, что... Они просто получают эту статистику, и они видят. То есть мы фамильно знаем, какой учитель реально это использует или не использует. А были ли учителя, которых вы увольняли в силу того, что они, допустим, не использовали? Мне об этом неизвестно, но, знаете, тоже, как бы использование технологии должно быть рациональным и адекватным. Мне известны случаи, когда, так сказать, учителей там заставляли в обязательном порядке каждый день заходить в сеть, чтобы там у района была хорошая статистика. Но это тоже вряд ли правильный подход. Скорее, нужно было разобраться в том, нет ли каких-то психологических барьеров. Ну, действительно, особенно если это не самый молодой учитель, зачастую ноутбук может вызывать просто такой панический страх, и нужно правильно помочь, объяснить, рассказать, показать. Самое главное, что технологии такую возможность дают. Но их надо правильно применять. И там, где это происходило адекватно, там есть хорошие результаты. С 1 сентября вступает в силу федеральный закон, 436-й федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В школах обязаны будут воспользоваться белыми и черными списками сайтов. Однако у профессионального сообщества очень много вопросов к содержанию этого закона. Например, маркировку контента сменила маркировка сайтов. Это означает, что, например, дети не могут попасть на сайт библиотеки Конгресса Соединенных Штатов Америки или, например, на тот же сайт Лувра, так как они не промаркировали сайты в соответствии с российским законом номер 436. Будет ли дорабатываться закон? Каково вообще, вот лично ваше понимание, детской интернет-безопасности? Не могу я сейчас сказать про конкретную доработку данного закона. Все-таки лично не принимал участие в его подготовке, не скажу там последних деталей. Но целый ряд подобных инициатив есть. Во-первых, есть мировой опыт. Вчера на заседании правительства тоже рассматривались похожие вопросы, будут несены соответствующие законопроекты, тоже в этой части усиливающие. Я считаю, что те или иные ограничения быть должны, но мы должны адекватно понимать технологические особенности интернета, возможности зарубежного хостинга, всего прочего. В принципе, вообще адрес сайта с нежелательным контентом, как мы его можем называть, может вообще там динамически меняться. И все мы понимаем, что интернет так устроен, что доступ к этому контенту все равно так или иначе будет обеспечиваться. Поэтому детали внедрения, как это все будет работать, предстоит более четко обсудить и проработать. То, что с 1 сентября технология может уже в первоначальном виде начать функционировать, никакого сомнения здесь нет. Я поясню вопрос. Тут, видимо, речь идет о том, что Лига Безопасности предлагала свой список сайтов, а команда, соответственно, министерства предлагала свой. Я не знаю, насколько глубоко эти два списка интегрировались друг в друга, но вопрос именно в этом. Потому что кто выбирает эти сайты, кто эти люди, и насколько дети будут зависеть от их вкусов и приоритетов. Потому что, согласитесь, у огромного количества западных музеев, библиотеки есть замечательные сайты, на которые обидно будет, если дети не смогут попасть. То есть, насколько вы лично будете интегрироваться в эту проблему, вам это важно и ваша ли это компетенция? Если говорить конкретно про вот этот вопрос, то компетенция все-таки министерства, именно министерства образования. Технологически мы понимаем, что списки могут носить динамический характер и оперативно корректироваться. То есть, списки предоставляют они, вы хотите сказать, а вы просто уже маркируете или как это выглядит? Нет, технологические ограничения доступа, как происходит? Нет, я имею в виду списки, кто составляет. Кто считает, что, например, вот эти 25 сайтов мы маркируем, а эти 25 сайтов в доступе? Ну, точно не министерство связи их маркирует. И, опять же, подходы могут быть разные. Сегодня это может быть одно решение, завтра оно может быть чуть-чуть скорректировано. Подобного рода инициатив, связанных с ограничением доступа к нежелательной информации, их как бы сейчас существует несколько. Вот вы там привели один пример. Еще раз повторю, вчера министр внутренних дел докладывал на заседании правительства. В счастье, тоже целый ряд инициатив связанных с ограничением доступа к информации. Но там был больше такой, скажем так, уклон в сторону ограничения распространения детской порнографии и так далее. Поэтому мировой опыт показывает, что такие инициативы есть. Технологически мы готовы ограничивать доступ, ну, если говорить про школы, то он достаточно централизован, по крайней мере, на уровне каждого субъекта федерации или на уровне округов. То есть, если я вас правильно понимаю, списков, извините, что прервают несколько, да? То есть, в Министерство обороны будет подавать список нежелательных сайтов, в Министерство образования, правильно? Ну, мы понимаем, что списков может быть несколько, и вот эти решения, кто какие списки формирует, это тоже могут быть решения гибкие. Если депутаты, так сказать, проголосуют за какой-то другой вариант закона, или у него будут несены поправки, эта ситуация будет меняться. Поэтому я считаю, что технологически такая возможность есть, она должна использоваться. Вот мое личное мнение, как гражданин, я считаю, что доступ к нежелательной информации определенным образом должен ограничиваться. Вопрос в том, чтобы это не было жестко ограничено по нежелательным видам контента, а не заходило уже на права и свободы, скажем так, новых медиа, электронных СМИ, той или иной общественно-политической информации. Все-таки речь идет о действительно нежелательном контенте. Я думаю, что ни у одного жителя нашей страны сомнений в классификации тех категорий, которые там упомянуты, собственно, нет. Просто есть некое опасение того, что могут быть те или иные злоупотребления в части ограничения этой информации. Вот этого важно избежать. Но здесь все находится в руках законодателей, ну и, собственно, тех организаций, которые будут уполномочены в конечном итоге эти списки вести. Вопрос от умной школы. К нам на умную школу поступило предложение заняться разработкой и внедрением электронного ЕГЭ. Поясню. Вместо распечаток и комплектации кимов на нескольких контрольных пунктах, которые длится несколько дней, использовать электронное формирование контента варианта ЕГЭ прямо на экзамене при помощи интернета из общей базы вопросов. Как вы относитесь к такому предложению? И леса сохранятся, и деревья не пострадают. Согласитесь, что это в период таких активных внедрений электронных средств, в период такой активной интернетизации образования, это просто глупо тратить время на бумагу, по несколько дней перечитывать эти кимы, проверять их, когда можно просто оцифровать контент, можно приложить его в электронном виде и прямо за час, за два до ЕГЭ дать его школьникам. Есть еще вторая составляющая этого вопроса. Дело в том, что мы можем организовать видеозапись конкретного школьника, сдающего ЕГЭ, увидеть, что у него сейчас находится на экране, увидеть непосредственно видеоизображение его, сохранить это для тех или иных архивных целей, и снять целый ряд вопросов, которые все равно то здесь, то там возникают в виде таких ярких информационных поводов и используются критиками единого госэкзамена, как вот такой негативный момент. Технологии это позволяет. Более того, кстати, такое поручение президента даже существует, оно технически прорабатывается. Я думаю, что в течение нескольких лет вполне вероятно, что мы увидим такую технологизацию. То есть тех нескольких лет, это не вопрос следующему году. То есть в следующем году все равно будут бумажные кимы. Понимаете, что я делаю? Страна очень большая, и мы только что говорили о том, что даже связь в каждой школе мы эффективно обеспечить не можем. Не нужно, так сказать, питать иллюзии, все равно будут серьезные технологические ограничения. Страна очень сегментирована. В европейской части России, наверное, да, это было бы возможно. Но будут какие-то пилотные зоны, будет шаг за шагом. То есть вы имеете в виду, что если, например, не подготовить бумажные кимы, а где-то упало просто интернет, люди не смогут сдать ЕГЭ, правильно я вас понимаю? Где-то это просто будет невозможно. Где-то это просто будет невозможно. Вот, к примеру, в том варианте, как я говорил, на мой взгляд, идеальный вариант сдачи ЕГЭ, это, проще говоря, специально оборудованные рабочие места, в результате которого мы получаем чуть ли не видеозапись, ну или определенную покадровую запись изображения школьника, который находится, так сказать, рядом один на один с компьютером в некотором там изолированном пространстве. Но это идеальный вариант. Да, и мы понимаем, что да, это был конкретно вот этот мальчик-девочка, которые определенное время отвечали на те или иные вопросы, мы понимаем, что у них было на экране, мы видим их изображение. А сама база вопросов, Николай, как вы считаете? Вот я, например, считаю, что она может быть в открытом доступе, и потом рандомным методом эти вопросы могут формироваться в тесты. Потому что делать из них секрет, но там такая огромная база, если человек выучит все эти вопросы, а потом рандомным методом получит, не знаю, несколько вариантов. Будет большой молодец. Абсолютно. То есть скрывать это и делать из этого какую-то сакральную историю, мне кажется, не имеет смысла. Не могу сказать. Все-таки я не стал бы давать оценку, вот должна быть база открытая или закрытая. Пусть все-таки лучше специалист из Министерства образования, Как родители? Можно я так вас спрошу? Давайте, вот никак бы не заходить на чужое поле. Как родители? Как родители, не задумывался еще об этом чуть-чуть рано, но почему бы и нет. А сколько у вас детей, Николай? Почему нет? Трое. А учатся в школах уже? Первый класс пойдет. Первый класс пойдет. В следующем году. Старший ребенок. Пока начинается, да. А по какому принципу выбрали школу? А пока еще не выбрали. Сейчас выбираем, так сказать, где готовиться. По месту жительства все-таки? Ну, в принципе, да. Ну, потому что вы же знаете, родители делятся на тех, кто выбирает по месту жительства, и тех, кто выбирает по качеству. Еще окончательно пока не выбрали. Понятно.